Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. На прошлой лекции мы начали разговор об американской системе образования и говорили о начальном, дошкольном и среднем образовании в США. Сегодня речь пойдет о высшем и послевозыскном образовании в США. Американское образование очень-очень сильное, очень престижное, очень значимое, и поэтому этой теме мы уделим достаточно внимания и поговорим очень подробно о ведущих американских университетах. На слайде вы видите распределение университетов так называемой Лиги Плюща. О том, что это такое, мы поговорим чуть позже. Пока посмотрите, что многие выдающиеся американские университеты, старейшие университеты США, Гарвардский, Колумбийский, Принстонский, Ельский, они находятся все в основном на северо-востоке США, в регионе, который известен как Новая Англия и Среднеатлантический дивизион. Итак, мы сегодня постараемся рассмотреть вопросы об особенностях высшего образования в США, о роли и значении крупнейших университетов США в развитии высшего образования. Подробно разберем термин Лига Плюща и завершим разговор вопросом о роли науки в американском обществе. Таким образом, цель нашей сегодняшней лекции раскрыть особенности системы современного высшего и после вузовского образования в США и роли в этом процессе самых известных, престижных американских университетов, входящих в Лигу Плюща. Продолжение следует... После двух-трех лет обучения можно получить диплом технического училища или некоторых колледжей и в ряде случаев выпускник такого учебного заведения получает сертификат, который разрешает ему заниматься определенным видом деятельности. В основном, те, кто получает профессиональное образование, пополняют ряды так называемых «синих воротничков», то есть такой высококвалифицированной рабочей силы профессионалов в США. Ну и поговорим подробнее о, собственно, высшем образовании, которое можно получить в США в более чем четырех тысячах колледжах и университетах США. Сразу давайте оговорим терминологию, что такое колледж, что такое университет. Дело в том, что у нас в стране колледжами называют заведения среднего специального образования, и тем самым, наверное, сильно смущают всех в остальном мире, потому что во всем остальном мире, по крайней мере в англоязычных странах, в США, Австралии, Канаде, Англии, колледж — это часть высшего образования. И колледж — это, как правило, часть университета. Иногда есть самостоятельные колледжи, которые ведут подготовку очень квалифицированно, очень качественно по специальностям, но в колледжах получается, что готовят только бакалавров, там нет степени, нельзя получить степень магистра или доктора наук. Как правило, несколько колледжей составляют один университет. То есть в любом американском университете, как правило, есть колледж of art and science, то есть колледж наук и искусств, есть, допустим, часто low school, то есть школа права, есть медицинский факультет или медицинская школа, скажем так, медицинский колледж, экономический колледж и так далее, и так далее. То есть, как правило, американский университет средний — это сумма трех, четырех, пяти колледжей. Большие университеты — это сумма там нескольких десятков колледжей. Упускнику бакалавриата присваивается звание бакалавра искусств, bachelor of arts, или бакалавра в сфере технических наук, в сфере естественно-научных знаний, bachelor of science и так далее. Все это в аббревиатурах, так сказать. BA — это bachelor of art, BT — это bachelor в сфере технических наук, technical, bachelor и так далее. Надо сказать, что студентов в США сейчас свыше 20 миллионов человек. То есть, свыше 20 миллионов студентов обучаются более чем в 4000 университетах и колледжах США. Им преподают примерно 2 миллиона профессоров. То есть, все американские преподаватели называются профессорами. Только степень этого профессорства может быть разной. Есть один профессора — это начинающие молодые преподаватели, которые, как правило, совмещают работу административную, допустим, в каком-нибудь департаменте с преподаванием одного-двух курсов. Есть assistant professors — это начинающие профессуры, тоже на коротких контрактах. Потом идут associate профессора — это доценты, скажем так, по нашей классификации. Это уже опытные профессора, которые либо на пути к пожизненному контракту, либо уже его получили. Пожизненный контракт по-английски называется tenure. И есть на пути к нему такой длинный последний контракт, примерно на 10 лет. Это называется tenure check. И вот после его завершения можно получить пожизненную, так сказать, возможность работать в том или ином вузе. Вот заслуженные авторитетные профессора работают пожизненно. И вот после ассоциированного профессора или доцента, есть полный профессор, фулл-профессор. Это уже самая высшая академическая степень в США, академическое звание. И я уже говорил, что американские профессора зарабатывают по-разному, смотря государственный это вуз или частный это вуз. Все самые известные знаменито-американские вузы от Гарварда до Стэнфорда это частные вузы. Государственные вузы, как правило, находятся в сельской местности. Земля, на которых они построены, их кампусы, она принадлежит этому штату, как правило. И обязательное условие, что в этом университете или колледже государственном обязательно должен быть сельскохозяйственный факультет, чтобы там готовили специалистов для сельского хозяйства. Именно, видимо, востребованных в данном штате, в данном регионе. Бакалавриат в США можно закончить за 4 года. Магистратуру за 1-2 года. То есть, как правило, этот процесс занимает 2 года. Но те, кто очень торопится получить эту степень, могут, начав учиться осенью, допустим, этого года, доучиться до лета. И летом взять еще несколько курсов. И усиленно, отучив фактически полтора года, получить эту степень чуть быстрее, чем за 2 года. Где-то за полтора примерно. И обучение в докторантуре занимает 3-4 года. Обычно 4 года все-таки. У меня дочка учится в докторантуре в Америке. И у нее контракт на 4 года, собственно говоря. Что касается еще статистики, статистических данных, то из этих 20 с лишним миллионов американских студентов, около миллиона это студенты из других стран, студенты-иностранцы. Примерно пятая часть из них это китайские студенты. То есть, из миллиона иностранных студентов, 200 тысяч с лишним это китайские студенты. На втором месте студенты из Индии. Их больше 100 тысяч учатся в США. На третьем месте студенты из Южной Кореи. Их учатся там порядка 60-70 тысяч. Ну и также в первой десятке студенты из Канады, из Англии, Франции, Японии и Саудовской Аравии. Вот из этих стран больше всего учатся студентов в Соединенных Штатах Америки. Из России студентов там учатся порядка 5 тысяч, а из Казахстана около полутора-двух тысяч. Видите, не так много, раньше было больше, но сейчас по программе Балашак многие наши студенты, кто раньше учились, уже учатся в Назарбаевском университете в Нур-Султане. Ну все, наверное, со статистикой. Пойдем дальше, значит, да? Вот мы можем подробно теперь поговорить о так называемой Лиге Плюща. По-английски Ivy League. Лига Плюща – это ассоциация восьми частных университетов США, которые расположены вот в северо-восточных штатах. Почему они так называются? Как правило, старые здания, их обивают вот такие побеги Плюща, то есть это намек на то, что это старейший университет, то есть это старые здания, старые корпуса, значит, это старая школа, что называется. Термин стал общепринятым только после 1954 года. Ну и перечислим эти университеты. Это Браун университет, Харвард университет, Дартмут колледж, Йелл университет, Колумбия университет, Корнель университет, университет в Пенсилвене и Принстон университет. Они основаны в разные годы, самые старейшие в 17 веке, большинство в 18 и даже 19 веке. Считается, что выпускники этих колледжей могут получить лучшую, более высокоплачиваемую работу за выпускниками Лиги Плюща. Охотятся, так сказать, на различные корпорации, фирмы в США. И надо сказать, что выпускники или студенты этих вузов, они отличаются таким неким снобизмом по отношению к другим вузам, считая себя представителями самой элиты, скажем так, американского университетского образования. Надо сказать, что и на Западном Победежье США тоже есть очень сильные вузы. Достаточно назвать Стэнфордский университет, знаменитый университет Беркли, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и некоторые другие. В центре страны тоже есть сильные вузы. Очень сильная Чикагская школа, университет в Чикаго очень сильный. И некоторые другие. Но Лига Плюща это все-таки старейшие университеты. И здесь они традиционно являются таким устойчивым, известным брендом во всем мире. Как правило, университеты Лиги Плюща входят в первую десятку-двадцатку ведущих университетов США, ну и в мире тоже, на самых высоких позициях. Сам термин, как я уже говорил, появился в 1954 году после образования спортивного объединения NCAA Division I. То есть это поначалу спортивное, собственно говоря, объединение. И университеты Лиги Плюща, как правило, очень яростно соперничают друг с другом на спортивных площадках, во всех игровых видах, порта и прочих. И вот такое соперничество называется райлор или дерби, собственно говоря. И учиться в этих заведениях очень престижно, очень дорого. Там обучение превышает 60 тысяч долларов в год. Ну, хотя, если говорить о стоимости обучения в американских вузах, там надо иметь в виду некоторые особенности. Дело в том, что есть три категории стоимости обучения. Для резидентов штатов, то есть для тех, кто родился в этом штате, она чуть пониже. Потом для нерезидентов штата, она повыше. И для иностранцев, так сказать, третья категория, это еще, собственно, дороже. Кроме того, кроме tuition fee, собственно, платы за обучение, еще нужно платить за учебники, медицинскую страховку, питание, проживание и так далее. То есть там расходов набегает очень много. И многие студенты учатся в долг. Большая часть, наверное, три четверти, примерно, студентов учатся в долг. Это называется student loan. И потом, вот уже окончив университеты и найдя работу, там есть небольшой мораторий, примерно годичный, так сказать, когда эти долги нельзя взимать. И потом, собственно говоря, когда человек устраивается на работу, он часть зарплаты отчисляет в честь оплаты по своему студенческому долгу. Теперь поговорим о членах Лиги Плюща более подробно. В алкогитном порядке они выглядят так. Университет Брауна, это город Провиденс в штате Родд-Айленд. Он был основан в 1764 году под именем колледж Родд-Айленда. Самый заменитый, самый известный, самый старый у США, это Гарвардский университет. Он расположен в городе Кембридж, это пригород Бостона, Кембридж, штат Массачусетс, и основан в 1636 году. Мне довелось побывать в этом университете, там есть памятник Джону Гарварду. Надо сказать, что Гарвард это достаточно молодой человек, который умер в очень раннем возрасте и, умирая, оставил соседнему небольшому учебному заведению Гарвардской школе или Гарвардскому колледжу, оставил свою библиотеку, которая вошла в состав будущей огромной, так сказать, знаменитой Гарвардской библиотеки, ну и какую-то сумму определенную денег. И поэтому Джон Гарвард, так сказать, это один из первых филантропов-благотворителей вот в этой образовательной сфере. Его именем назван старейший университет США. Дартмутский колледж, а, кстати, еще девизом Гарвардского университета является латинское слово veritas, истина. Дартмутский колледж находится в городе Ганновер, штат Нью-Хэмпшир и основан в 1769 году, а Ельский университет находится в городе Нью-Хэвен, штат Коннектикут, основан в 1701 году. Мне неоднократно доводилось бывать в Ельском университете. Я участвовал в научных конференциях, семинарах. И мне очень понравилась библиотека известных студентов и выпускников Ельского университета. Там галерея, где портреты студентов и выпускников. И вот идешь по этой галерее, вглядываешься в лица, там есть известные такие всему миру личности, как писатель Фенемор Купер, допустим, знаменитый Морзе, создатель аутбуки Морзе. Рядом портреты Хиллари Клинтон и Билла Клинтона. То есть оба они учились в Ельской школе права в свое время. И многие другие известные люди. Колумбийский университет находится в самом городе Нью-Йорк, в штате Нью-Йорк. Это один из немногих университетов, которые расположены прямо внутри города. Это нельзя считать как бы отдельным кампусом. Вот в этом есть некое такое небольшое неудобство, но это очень известный университет. Он в самом городе Нью-Йорке, основан в 1754 году. Корнельский университет находится в городе Итока, штат Нью-Йорк, основан в 1865 году. Пенсильванский университет находится в Филадельфии. Это один из старейших университетов 1751 года основания. В его основании участвовал Бенджамин Франклин. Тогда вуз назывался Филадельфийская академия. И, наконец, Принстонский университет находится в городе Принстон, штат Нью-Джерси, основан в 1746 году под именем College New Jersey. Надо сказать, что американские университеты обладают огромными денежными средствами, огромными бюджетами, которые складываются из пожертвований выпускников, из научных грантов, из платы за различные услуги, которые оказываются медицинские, образовательные. из очень-очень многих, так сказать, составляющих. Получается, такой бюджет, ну, если говорить о Гарварде, то годовой бюджет Гарвардского университета свыше 5 миллиардов долларов. Именно миллиардов, не миллионов, так сказать, Стэнфорд, Ель, там бюджеты по 2,5-3 миллиарда и так далее, то есть еще 10-15 лет назад только на ежегодное пополнение библиотеки Стэнфордский университет, допустим, тратил 128 миллионов долларов. Надо сказать, что естественно, эти вузы могут и лучшим профессорам платить, так сказать, огромные, хорошие такие зарплаты, привлекая нобелевских лауреатов, вообще самых известных ученых, писателей в свой профессорский преподавательский состав. Вот, и в том же Стэнфордском университете на 12,5 тысяч студентов свыше 13 тысяч компьютеров, то есть во всех компьютерных классах, во всех библиотеках и так далее. Как правило, в каждом американском университете есть два театра, один с большой сценой как бы для спектаклей и так далее, один маленький для бардовских концертов, для музыкантов, для поэтических чтений и так далее, то есть каждый американский университет это очень еще большой центр культуры, скажем так, в местном региональном таком масштабе. И, кроме того, вот эти большие средства, большие бюджеты позволяют американским университетам создавать уникальные вещи. Вот сейчас на слайде вы видите библиотеку редких книг Ельского университета. Вот она имеет очень обычную форму, вы видите, там, где обычно стекла, так сказать, здесь что-то другое. Вот изнутри как это выглядит, то есть это очень тонкие пластики мрамора, нарезанные толщиной в 2-3 миллиметра и этот мрамор имеется только на одном месторождении в Северной Италии. Стоимость проекта в строительстве этой библиотеки оценилась в начале 150 миллионов долларов, потом осталось стоить 300 миллионов долларов, но нашелся богатый человек, который подписал такой чек, только чтобы его именем назвали эту библиотеку. То есть в США есть очень тщеславные люди, которые вот готовы платить большие деньги, чтобы их имя осталось в истории. И вот получается, что этот тонко нарезанный мрамор вместо стекол вставлен, и он рассеивает цвет, и поэтому листы бумаги не желтеют, и внутри находится уникальное раритетное издание наподобие Библии Гутенберга, как вот на этом слайде. Это вот их осталось в мире всего около десятка, и вот под специальным куполом, в специальных условиях хранится первая печатная книга на земле вот в этой библиотеке редких книг Ельского университета. На этом наша лекция закончена. Благодарю за внимание.